Знакомьтесь, это усатая краля и ее шоколадный брат Альфач. Их дедушка был очень стар и часто болел. Сил следить за домиком в деревне не оставалось, и дедушка отдал его внукам. Уставшие от городской суеты, они отправляются в деревню, где их тепло встречает мэр города и вручает ключи от дома. Весь участок был в ветках, камнях и зарослях травы. В подарок крале досталось 15 семян пастернака, и немного расчистив территорию, сажает семена и поливает их. Альфач бывал в этой деревне и повел сестру знакомиться с жителями и показывать магазины. После чего уставшие пошли спать домой, вот только краля, не дойдя до дома, вырубилась на тропинке. Наутро сестричка посмотрела прогноз погоды и пошла на улицу, где они с братом принялись поливать грядки. Краля знакомилась с жителями, а Альфач бездушно выдавал базу, подкатывая к ним. После чего добрый брат скинул удочку, и краля пошла учиться рыбачить. В эту ночь оба успели добраться до койки и легли спать. Сестра находит письмо в ящике от рыбака, и так как на улице был дождь и поливаться не было смысла, отправляется за своей удочкой к вилле. Он же, накопив на хорошую новую, отдает крале старую бамбуковую. Целый день рыбка за рыбкой тягала семья, повышая уровень рыбалки. И как стемнело, отправились спать. Краля получает первый уровень рыбалки, и проснувшись слушает предсказательницу. Та сказала, что день будет хорошим. Берут полейки из сундука и идут поливать грядки. Было решено заработать много денег на покупку семян. А так как рыбалка приносила неплохие деньги, снова пошли ловить рыбку. После пошли продавать весь улов, и в кармане уже была внушительная сумма в 1384 монетки. На конец дня сумма была увеличена до 2094 монет, на которые они и закупились семенами по максимуму. Отправились на ферму сажать их, день подходил к концу, мистер-невидимка и усатая белоснежка отправились спать. На утро сестру на крыльце встретила женщина по имени Марни, которая нашла кошку возле их фермы и предложила ее приютить. Краля с Альфачом были не против и дали имя кошке Мясо. Собрали урожай с грядок и пошли прогуляться. Возле заброшенного клуба встретили мэра Льюиса. Злая корпорация хочет выкупить этот клуб и построить склад. Чтобы этого не случилось, нам нужно помочь восстановить его. После краля, осмотревшись, находит крысу и странную записку. И вместе с братом идут расчищать территорию от деревьев и валунов до самой ночи. Сестренка научилась крафтить пугало и обращаться с топором. С утра, не теряя времени впустую, выкладывает дорожку из камня, а брат тем временем занимается грядками. Пришло письмо от волшебника. Он хочет рассказать о той крысе в клубе. И немного порыбачив, парочка бежит к магистру. Он показывает точно такую же крысу, говорит, что не знает, почему они поселились в клубе и почему они не хотят с ним разговаривать. В общем, сумасшедший какой-то мужик. Также он перевел текст той записки из клуба, и мы могли его не переводить. Все равно ничего не понятно. Дал короле банку с папоротником, хом и карамельной поганкой. После чего та словила лютый приход, и теперь она может сама читать эти свитки. Время позднее, крендельки идут спать. Новый уровень обращения с удочкой, тщательный полив грядок, продажа урожая и покупка новых семян. Продажа рыбы и рыбалка до вечера. Очистка участка и сон. Вилли пригласил за новой удочкой, но денег совсем нет. Также заботливый батя подкинул питик на баланс. Поливший грядки, краля затарила семян цветной капусты на все деньги. Новый питомец мяса странно лежал и не двигался. Крале Эльфачу было не до него, надо сажать 30 семян и еще и поливать их. Пошли в шахту, загадочный пират подарил меч и сказал, что примет в гильдию. Пообщались с бомжом, разожгли ему костер и пошли тратить оставшуюся энергию. Утром выяснилось, что мясо живое. Погладив его, краля и Эльфач вышли на улицу. Шел дождь, поливать грядки было не нужно. Схватив кирки, мечи и еду, они побежали в шахту. Добыв немного меди, краля нашла себе пиратскую шляпу, а после ботинки на защиту и иммунитет. Пройдя 10 уровней, довольные вернулись домой и легли спать. Наутро на крыльце сестру встретил кузнец по имени Клинт. Рассказал о том, что у него можно улучшать инструмент, подарил рецепт крафта печи и ушел. Семья принялась поливать грядки, краля погладила киску и с Эльфачом отправились к кузнецу, который не захотел бесплатно ломать жеоду, найденную в шахте. На обратном пути встретили довольного мэра Льюиса, пьющего чай на улочке. Краля нашла казинаку в помойке и подарила малышу, вспомнив, что у него день рождения. Он удивился подарку, но почему-то ему не понравилось. «Лучше бы сама схавала», — подумала краля и отправилась на рыбалку на весь день. После чего уставшая вернулась домой и легла спать. Наутро, снова полившись, идут прогуляться и встречают шокированных детей, заглядывающих в канализацию. Краля решается заглянуть и тоже ловит шок. Целый день семья рыбачит и, скопив тысячу, затаривают семян. Садят их с удобрением и ложатся спать. Переходит письмо. Мэр Льюис приглашает на яичный фестиваль. Поливают грядки, идут в шахту добывать руду. Проходят 10 уровней и отправляются дрыхнуть снова. Краля получает новые крафты и, снова полившись, отправляются на праздник яиц, где пытаются со всеми познакомиться, потому что это есть в квесте. И такую возможность терять нельзя. Начинается турнир по сбору яиц, в котором краля побеждает. Мэр вручает приз в соломенную шляпку. «Лучше бы наживки подарил», — подумала краля, и веселые с альфачом отправились дрыхнуть. На следующий день, поливаясь брат с сестрой, заметили какие-то летающие лепестки. И начали рассуждать. «Эх, жизнь так коротка!» Нажмите на паузу, друзья. Напишите длинный комментарий в поддержку этому видео. Если вам нравится такой формат, подпишитесь на канал, иначе мы с вами далеко не уедем, а на видео уходит очень много времени. В общем и целом, парочка твикс и баунти рыбачили. Краля попробовала порыбачить в пруду на ферме и наловила кучу мусора. Ну и, конечно же, отправили спадки. На утро, снова полив грядки, краля находит письмо, в котором бабушка Эвелин рассказывает, что когда начнется лето, весенний огород завянет, и будут нужны другие семена. Снова рыбачат целый день напролет и копят много денег. Идя домой поздним вечером, парочка обсуждала тяжелую фермерскую жизнь. Следующий день начался с продажи рыбы. Вернувшись на ферму, краля помогла альфачу по огороду. В принципе, ничего интересного не происходило, и еще один день подходил к концу. Утром семья увидела письмо от отца, который гордился ими, ну и, конечно же, перевел питик на карточку. Полив саженцы, а их было очень много, времени до конца дня почти не оставалось, и было решено добывать дерево на территории до самой ночи. Ну и, конечно же, легли спадки. Барабанил дождь по крыше, и на радостях краля с альфачом отправились изучать шахту, добывая просто гору полезных ресурсов. После прохождения еще десяти уровней сундука со шмотками не было, и парочка отправилась спать. Краля получает навык горное дело. Снова бесконечный полив огорода, расчистка камня на ферме и сон. Полив огорода, очень плотный и долгий полив, и в кровать. Утром сестра погладила киску и смотрела кулинарную передачу. Это, кстати, оказалось довольно интересно посмотреть. На улице шел дождь, и не упуская шанса, семья рванула в шахту. В этот раз десять уровней пройти не успели, но зато добыли много ценных ресурсов. В следующий день много поливали грядки, и остатки дня рыбачили, чтобы заработать. Краля умеет крафтить новые приблуды. Семью приглашает мэр на цветочные танцы. Снова поливший огород, наша парочка рыбачит до наступления темноты. Следующим утром отправились на праздник, где все очень весело проводили время. Альфач запикапил пару девчуль, и наша семья принялась показывать мастер-класс по танцам. Вернувшись, выспались и пошли куда? Правильно, собирать урожай и поливать то, что еще не выросло. Краля встречает веселого мэра, поливающего цветы, и уносит качан капусты для Джоди. Остатки дня вместе с Альфачом проводят на рыбалке и идут домой спать. На утро приходит местный агроном и предлагает сделку. Он в пещере возле дома выращивает грибы, а мы сможем их собирать и кушать. На что мы с радостью согласились. Халява, ёпта. Поздравили с продвижением на ферме и снова полив гряда. Краля убегает на рыбалку, а Альфач остается делать дела по ферме. Друзья, не забудьте написать комментарий, подписаться на канал и поставить жирный лайк. Впереди 100 дней хардкора по игре террария. Ну и сестренка идет измученная спать. Теперь краля крафтит раколовки, тратя меньше ресурсов. Поливают грядки и собирают урожай. После чего Гюнтер, владелец музея, жалуется, что нет экспонатов. Приносят ему их и выставляют. По пути заходят к кузнецу и раскалывают минералы, что смогли найти. Получают большую полезную кучу ресурсов и снова пополняют музей. Заходят в магазин, закупают семян и идут на огород, где краля крафтит раколовки и устанавливает их. Музей вручает 250 золотых. Сестренка крафтит мусородробилку и устанавливает. Собирает кучу цветной капусты, целый день плавит руду, подкидывая мусор в дробилку. Гладит кошку и ложится спать. Повышается навык обращения с лейкой и мотыгой. Также можно крафтить майонезный автомат, улей и катку. Весь урожай был продан. Краля закупается дорогими семенами. В раколовке вместо раков попался мусор. Идут к кузнецу улучшать кирки. По возвращению сажают огромную кучу семян, оставляя просветы для спринглера. Так называется автополив на ферму. Вскором он будет. Уставшая краля падает спать у сундуков. За что с нее берет одну тысячу местный врач. А батя уже собирается переехать на готовенькое. Ну не офигел ли человек? Долгий изнурительный полив грядок, крафт углевыжигательной печи и включив камин, заботливый братец ложится к сестре в кроватку. Мэр Льюис потерял свои шорты и просит вернуть их ему незаметно. На улице дождь. У семьи не было времени на поиски шорт и трусов. Нужно было срочно идти и заказывать постройку курятника. Больше ничего интересного не происходило в этот день. Краля, дождавшись Альфача, ложатся спать. На утро братец пошел поливать грядки, а сестричка проверять роколовки. После чего пошли к кузнецу забирать улучшенные кирки. Издали улучшать топоры. Нашли топор, который потерял Робин и пошли в шахту на весь оставшийся день. На улице шел дождь. Курятник строился, а Краля с Альфачом отправились в шахту, где они нашли кольца, излучающие свет. И по прохождению 10 уровней новые ботинки на плюс 2 защиты. В общем, им были нужны уровни, где было золото. Но до них они еще не дошли. После провального поиска шорта мэра в бане, пошли спать домой. Боевые навыки Краля повышены. На улице шел какой-то кислотный дождь. Семья решила конкретно изучать шахту ради золота. Вернувшись Краля, собирает грибочки и делает первый визит в курятник. Уставшие идут спать. На утро снова поливали кучу культуры, заказали постройку силосной башни, чтобы курочкам было что кушать. Ну и Краля вернула потерянный топор Робин-строителя. Весь вечер сестренка стояла у печей, а после с братом снова пошли спать. На следующий день Краля провела тренировку и пошла поздороваться с Робин. Собрала все с роколовок и начала поливать грядки. Погодка стояла замечательная. Сестра пошла рыбачить в Нижней реке, выловила две щуки и кучу мусора. Проснувшись и выйдя на улицу, увидели дождь, а это значило одно, надо срочно идти в шахту, где они впервые встречают скелетов и Краля получает ботинки на плюс три защиты и иммунитета. Усатая дама кормит мясо и гладит его. После с братком поливают огород и идут забирать топор у кузнеца. Остатки дня Краля добывает красное дерево, что нужно для крафта бака с червями. Но есть одно но, для него нужно золото, которого нет. Также брат подготовил все необходимые растения для заполнения древа в клубе, куда они отправляются, а уже после идут спадки, забрав награду семена. Вот только усачка падает по пути домой, спать на дороге. Плюс один навык обращения с топором. Первые автополивалки, полив слейки и посадка новых семян, перенос арколовок в реку снизу, может там будет ловиться щука, покосила траву в силосную башню и отправилась спать. С утра Краля помогла политься Альфачу и пошла продавать всю водную нечисть. По пути домой наконец-то успела в магазин животновода. Купила курицу по имени Срака, петуха Афоню, курицу духовной и Анфису Чехову. Пошла ложить дорожку к курятнику и, кстати, да, к апельсиновому дереву, на который семья потратила все, что было в казне. После брат с сестрой пошли проведать курочек и впервые покормили их, а также выстроили изгородь, чтобы птички гуляли, не бегая по ферме. Выспавшись, погладила киску и, увидев дождь, пулькой рванули в шахту, где добывали много полезной руды, в том числе и золотой. Кралю вырубают два типа, после ей сообщают, что она потеряла часть ресурсов. Слава богу, что не золото, подумала девчина и вместе с Альфачом пошли дрыхнуть домой. Открываются новые рецепты. Краля идет кормить куриц, а после идет рыбачить щуку, брат остается делать дела по ферме, ну и снова идут спать. Сестричка переставляет роколовки на ферму, чтобы было ближе бегать, что там, что там мусор попадается. Идет заброшенный клуб, частично заполняя древо. Харви говорит, что нужно загореть, а усы его не смущают, видимо. Просто посмотрите, сколько спринклеров уже установила наша семья. Ну и после большой рубки дерева день подошел к концу. На улице дождик. Краля набирает морковки и бежит в шахту, собирая фрукты по пути. Открыто уже 95 уровней. Убивая мобов и восполняя хп едой, Краля собирает много золота, чтобы семья больше никогда в нем не нуждалась. Звездную каплю. Хавает ее в надежде, что словит очередной переход. Но чувствует лишь вкус огруца. Мда. Ну и так как время много, бежит домой отдыхать, где они с альфачом, поигравшись с кошкой, ложатся в кроватку. Краля получает боевой навык четвертого уровня. Складывает все добытое из шахты в сундуки и идет переплавлять золотые самородки в слитки. Гладит курочек, собирает яйца и дает травку. Проверяет роколовки, крафтит баг для сбора наживки и устанавливает его. Ну и остатки дня рыбачит. Утренний сбор добычи с роколовок собирает яйца из курятника и ложит в сундук, поставленный для них. Идет шахту, начиная с 10 уровня за добычей меди. Накопав 74 медные руды, бежит домой из падки. Сбор яиц и, конечно же, развивает любовь курочек к себе. Плавка меди для новых роколовок идет полным ходом. Крафтит майонезный агрегат, теперь вместо яиц будут продавать мазик, что стоит дороже и не несет никаких затрат на производство. Также краля кормит и гладит мясо и теперь вместо трех роколовок будет семь. Даже за счет мусора окуп будет быстрый. Вот так выглядят баночки с майонезом. Целый день краля изготавливала майонез и плавила руду, после чего пошла отдыхать. Утром сестричка бежит в шахту, а брат остается по ферме. Теперь упор идет на золото. Но по итогу в нее прилетает ульта, но она не теряет золота и это главное. Краля бежит отдыхать домой после побоев. Кормление кошки и уход за курами и участие в турнире рыбаков, где семья словила несколько ценных предметов, обменяв их на награды, в том числе и палатку, но с турниром наша парочка запоздала и переночевав в палатке выяснилось, что это был последний день Турика. Снова сбор сороколовок и продажа всего, что связано с рыбой. Неплохая сумма получилась, но огород все же приносил больше золота. Теперь мы можем находить аэрдропы на территории деревни, длительный уход за курочками и поход в шахту за золотом на остаток дня. Открыли 100 уровней кормит курочек и снова отправляется в шахту, но уже за большой кучей меди. Получает космические сапоги на 4 защиты и 4 иммунитета и в кроватку. Наутро сестричка принялась плавить золотую руду в слитке, все собрав сороколовок, покормила кукорешек и отправилась в шахту уже на 110 уровень. Брат же в эти дни делал работу по огороду. Краля, добыв немного золота, получает какой-то ключ с черепом и идет спать. Новый навык горного дела кормление курочек и снова в шахту. День сурка. Открыто уже 120 уровней и пробыв целый день в шахте несет 45 золотых самородков на базу. Обход по роколовкам, плавка руды и отдых. Попробовали открыть канализацию ключом с черепом, не вышло. Краля крафтит еще один сборщик червей, заказали коровник у Робин-строителя, весь день рубила дерево и не дойдя до кровати заснула на коврике в прихожей. Уровень 4 собирательства и новые крафты. Утреннее кормление курятинок, обход по 7 роколовкам, краля решает порыбачиться мостик, наловив немного мусора и рыбки снова идет в кровать. Сестричка собирает сок с деревьев и продав всю рыбу, идет рыбачий дальше. Сумма на балансе уже внушительная, правда? Плавит руду и снова идет дрыхнуть. Батя продолжает подкидывать ему помрачительные подарки. Краля кормит курочек, а Альфач следит за огородом. После чего сестренка идет продавать все рыбное, покупает самую крутую удочку и снасти к ней. Немного поковырявшись, устанавливает крючок и рыбачит до наступления темноты. В этот раз улов был действительно хорош. Краля награждается седьмым уровнем рыбалки, кормит своих любимых курочек, заглядывает в коровник и идет в шахту на 55 уровень за железом. В принципе, в этот день больше ничего не происходило и по достижению 12 часов ночи Краля побежала дрыхнуть. На следующий день сестренка попробовала порыбачить в шахте. Так как наша семья не любила бегать по квестам и многое в этой игре уже посмотрела, то они решаются закончить свое деревенское выживание. Друзья, если вам понравилось это приключение Краля Альфача, то еще раз вас прошу оставить длинный комментарий, подписку и лайк. Всего три простых действия, зато мне будет очень приятно. Хороших вам денечков, тем, кто кушал под это видео, приятного аппетита и всем пока-пока.